Поднимается хвала, мы слышим Звуки неба на земле Звуки неба на земле Отец наш Воскресают небеса Воскресают небеса Поднимается хвала, мы слышим Звуки неба на земле Звуки неба на земле Звуки неба на земле Звуки неба на земле поднимите руки свои 22 псалом говорит господь пастырь мой и я ни в чем не буду нуждаться где бы я ни шел не убоюсь зла потому что твой жезл и твой посох они успокаивают меня господь пастырь мой и я ни в чем не буду нуждаться потому что пастырь знает нужды всех своих овец он знает в чем сегодня вечером я имею проблемы и у него есть уже ответ и соскать я пастырь добрый я полагаю душу свою завет киман мене лингро сечи тигри бери лошадь ламар мачек лари лям лошадь альманил агрессию тигри бери где бы я ни шоу не убоюсь я зла где бы я ни шоу не убоюсь я зла где бы я ни шоу не убоюсь я зла где бы я ни шоу не убоюсь я зла где бы я ни шоу ты всегда со мной где бы я ни шоу не убоюсь я зла где бы я ни шоу не убоюсь я зла твой жезл и твой посох успокоят меня да Аллилуйя, вся слава Тебе, Аллилуйя, вся слава Тебе, Господь, Аллилуйя, вся слава Тебе, Аллилуйя, вся слава Тебе, Аллилуйя, вся слава Тебе, Господь. Господь, пастырь мой, Господь, ты пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, к водам тихих водишь меня. Господь, пастырь мой, Господь, ты пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, к водам тихих водишь меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я в злах. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я в злах. Твой пляж и твой посад успокоят меня. Вся слава тебе, Аллилуйя. Вся слава тебе, Аллилуйя. Вся слава тебе, Господь. Аллилуйя. Вся слава тебе, Аллилуйя. Вся слава тебе, Аллилуйя. Вся слава тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты хозяин этого дома Поэтому мы славим Тебя И поклоняемся Твоему великому и святому имени От него исходила сила и исцеляла всех От него исходила сила и приносила успех От него исходила сила и исцеляла всех От него исходила сила и приносила успех Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok От него исходила сила и исцеляла всех От него исходила сила и исцеляла всех От него исходила сила и исцеляла всех От него исходила сила и приносила успех Не отпущу тебя Не отпущу тебя Не отпущу тебя Благослови меня Благослови меня Благослови меня Благослови меня Благослови меня Благослови меня Не отпущу тебя Не отпущу тебя Не отпущу тебя Благослови меня Благослови меня Благослови меня Благослови меня Благослови меня Благослови меня Благослови Благослови меня Он стоит Твое царство, да приколит во веки веков, Твоя сила, провозглашай его царство везде, Твоя слава во веки веков, Твоя сила, Твоя слава во веки веков. Твоя царство, Твоя сила, Твоя слава во веки веков, 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 Твоя сила, Твоя сила, Твоя слава во веки веков, Твоя сила, Твоя сила, Твоя слава во веки веков, Твоя сила, Твоя сила, Твоя слава во веки век Твоё царство, Твоя сила, Твоя слава победит в дом. Твоё царство, Твоя сила, Твоя слава победит в дом. Твоё царство, Твоя сила, Твоя слава победит в дом. Твоё царство, Твоя слава победит в дом. Твоё царство, Твоя слава победит в дом. Садитесь. Прекрасный день. Евангелизация среди органов правопорядка. Я вам скажу, что очень скоро там пасторы поднимутся. Потому что он не так часто приходит сюда, думаю, что ну не зря. Я думаю, что обязательно Дух Святой кому-то обязательно проговорит в сердце. И он однажды будет стоять здесь и говорить. Однажды во время стандартного рейда я просто вышел из дома. Был сильный мороз. И нас попросили приехать на Ирловас. И я думал, что просто так. А меня что-то зацепило. И это Бог проговорил ко мне. Но что в мире случайностей не бывает. В этом мире случайностей нет. Каждый шаг оставляет след. И чудо нет. И крайне редки совпадения. И не имея из нее изменится времени ход. Но часто падением становится взлёт. И видел я, как становится взлётом падение. На самом деле пробуждение очень скоро придёт. В самых непредсказуемых структурах. И государственной власти. И в самых непредсказуемых структурах политической власти. Мы что, 32 года зря промаливали эту страну? Что Бог не отвечает? У Бога ответ на всё. И у Бога ответ всё в своё время. Итак, уважаемые друзья. Тема проповеди. Наедине со своим остатком. Хочется поговорить сегодня о том, что в наших руках. Да не всё мы потеряли. Да не всё мы проиграли. Да не всё мы уступили. Кое-что осталось. Давайте согласимся. Здоровье, конечно. Мы сами прибыли сюда. Мы ходим своими ногами. Слава Богу, у нас войны нету. Так как там вот в Донецке, там где-то в других, в Афганистане. При всём недоразумении, которое сегодня в Латвии творится, мне стыдно за то, что здесь происходит. Потому что даже в других соседних странах такого террора не наблюдается. Искали бы лучше преступников, которые воруют деньги, которые торгуют наркоту, которые подпольно занимаются преступлениями. Богослужение надо приходить, а? Следить, какие бабушки здесь и какие дедушки. Я умоляю. Бог наведёт порядок в Латвии. Аминь. Поэтому добро пожаловать. Послушайте нашу проповедь. И мы знаем, что мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Когда мы стояли на Домской площади, когда здесь Советский Союз рушился, хотелось бы посмотреть, господа хорошие, где вы тогда были? А? Никого не искали. Ах, маску не так одели. Комара отсаживаем, а верблюда глотаем. Уважаемые друзья, в Латвии есть посерьёзнее проблемы. И я думаю, что Бог обязательно придёт. Бог обязательно всё поставит на свои места. И однажды у нас будет такое правительство, за которое нам бы никогда не было стыдно. Потому что правительство – это люди, которых народ выбирает на работу. И народ вправе требовать от этих товарищей хорошей работы. И в первую очередь правительство должно защищать интересы своего народа. А сегодня как будто бандитские разборки. Не думайте, что после этого комендантского часа непривитым будет легче. Вы что, угрожаете, эй? Привитые болеют так же, как непривитые. О чём идёт речь вообще-то, а? Кто кому угрожает? Боже мой, наведи порядок. На всех уровнях государственной и политической власти. Амэн. Если правительство не может защитить народ, этот народ защитит Господь. Царство Божье. Но после этого самый великий царь всех царей будет разбираться с этими земными начальниками. И он с них будет спрашивать, что они делали, когда им была доверена эта позиция. Итак, наедине со своим остатком. Агея 2.1.9. В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было Слово Господне через Агея Пророка. Уважаемые друзья, историю творят не преступники. Историю творят некоррумпированные и продажные чиновники. Историю творят Божьи представители. И Божьи Пророки. И Бог на этой земле не делает ничего, прежде не открыв тайны Своей рабам, Своим Пророкам. И когда сегодня мы с вами гадаем и рассуждаем, к чему же это все приведет. Это путь на кладбище. Это путь к национальной катастрофе. Это что сейчас можно сказать? Это апокалипсис начинается? У меня хорошая новость, что эти все потрясения, вот это все недоразумение, это не путь на кладбище, а родовые муки грядущей славы. Пройдет немного времени, и мы будем вспоминать об этих событиях как о каких-то кошмарных снах. Потому что Бог любит Латвию. Даже латыши так эту Латвию не любят, поэтому миллион свалило отсюда. Но Бог эту страну любит побольше даже, чем коренные жители. И если уж кого Господь любит, если уж кого Господь благословляет, то Он обязательно защитит. Амэн! Если Бог за нас, кто против нас? И вот смотрите, что говорит пророк. Пророк говорит, скажи теперь Зарававилю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, Иисусу, сыну Иоседекому, великому Иерею и остатку народа. Посмотрите, пожалуйста, в этих четырех строчках так много сказано. Первое. Церковь должна провозглашать правительству. И мудрое правительство должно прислушиваться голосу священства. Потому что Бог лучше знает, что будет завтра, и Он об этом и говорит. Обратите внимание, пророк обращается к президенту. Правитель Иудеи. Это политическая власть. И когда нам говорят, церковь отделена от государства, кто ее отделял? Ленин, да? Отделил, чтобы и уничтожить церковь. Или как? Церковь для государства существует. Пророки говорили правителям, и церковь продолжает говорить. Если это настоящая церковь, которая создана нашим Господом Иисусом Христом. И обратите внимание, но почти как историческая картина современной Латвии. Правители Иудеи есть, какие-то великие Иереи есть, а народа почти нет. Остаток народа. Сколько латышей сегодня? Защищать латышский язык и не защищать мозги и интеллектуальный творческий потенциал нации. Это политическое самоубийство. Пенсионеры, которым некуда ехать, остались, да? У которых денег на билет нету, остались, да? А все умные, талантливые, способные, профессиональные специалисты валят отсюда пачками. Потому что за ту же самую работу врачи где-то там в Швеции получают в пять раз больше. Ну почему так оскорблять нужно собственный народ? Денег нету. Воровать меньше надо. Тогда денег хватать будет. Я не прав? Денег хватает. Слишком много воруют. Поэтому хватило бы денег, чтобы платить специалистам и профессионалам Латвии, чтобы они никуда не уезжали. Не прокормить? Полтора миллиона? Не прокормить? Миллион кома три? Постоянно фотать, приходить сюда, фотайте, смотрите. Считаю это позор. Потому что настоящее правительство должно защищать свой народ. А не устраивать эти драконовские законы. Я считаю, что мы должны в рамках конституционных свобод защищать свое право. Право выбора и право свободы слова. Остаток народа. Такое ощущение, как будто у правительства есть задача вытеснить всех остальных латышей с территории Латвии. Да что это такое? Я смотрел трансляцию богослужения из Стокгольма. Буквально неделю назад зал. Вот эти, да. Зал на тысячу мест. Ни одного человека в маске. Никаких полицейских нету. Скачут, танцуют, торжествуют. Почему там свободно, а у нас здесь террор? Я могу кому-то задать этот вопрос, а? Мы же в той же самой Европе живем. Мы живем в том же самом Европейском Союзе. И правила, правила Европейского Союза должны одинаково распространяться на все страны. Ну почему Латвия превратилась в концлагерь? А? Кого? С кого это спрашивать? Почему в Дании свободно? Почему в Польше свободно? Почему здесь устраивает такой террор? Бог разберется. После 16-го мы решим, решайте, что хотите. Есть Бог, в конце концов. И мы жалуемся Ему сегодня. Мы никакого преступления не сделали. Мы действуем в рамках закона. Во время ЧС, во время, когда и так все с ума сходят, лишать человека способности и возможности быть в церкви, в Доме Божьем, чтобы молиться. Закрывайте бордели. Закрывайте притоны. Закрывайте игранные салоны. Закрывайте там какие-то рейв, вечеринки. Церковь не трогайте. Потому что это свято. Потому что это есть Дом Божий. И хозяином этого дома является Бог. Не стоит с Богом ссориться. Не стоит с Богом шутить. Потому что Бог поругаем не бывает. Все, что посеет человек, все он и пожнет. Я повторяю, остаток народа. И еще сколько можно над латышами издеваться, чтобы этот остаток превратился еще меньше. Да люди бегут отсюда. Люди просто отсюда бегут. Потому что здесь невыносимо становится. И кто эту невыносимую обстановку создает? Не народ. Что так громко говорим? На каком основании они дают нам 10 минут? Где закон? Где постановление? А? Какое хозяйство? А? Какое хозяйство? Еще раз говорю. Какое основание для того, чтобы прервать богослужение? Что снимать здесь? Сколько людей? Какое нарушение? Сколько здесь должно быть в зале? Это преступление. Это преступление. За которое они будут отвечать. Не только перед Богом. Но и перед судебными инстанциями. У тебя и у меня отнимается право приходить в церковь и служить Богу. Что? Какое хозяйство? Кому мы угрожаем? Назовите мне, пожалуйста, какие законы? Это позор. Это грубейшее нарушение то, что вы творите. Мы отдаем вас в руки Бога. Давайте поднимем руки и попросим, чтобы вот эти представители правопорядка, чтобы они оказались в руках Божьих. Отец, восстань и защити свой народ. Восстань, Господь, и рассеются враги твои. И пусть все ложные боги исчезнут с лица земли. Ни в одной стране Европейского Союза такого террора не наблюдается. И мы сегодня возвышаем голос и говорим, Господь, восстань, останови этот геноцид, останови этот террор, чтобы мы могли быть достойными гражданами своей страны. Мы отдаем эти все обстоятельства и всех представителей власти в твои руки, Господь. Ты справедливый судья, ты рассуждай и ты разбирайся с ними. И мы хотим, чтобы твои справедливые суды пролились над их головами и над их судьбами во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы вас отдали в руки Божьи. С Богом. Не будем давать повода, ищущим повода. Там есть в фойе этот жертвенник. Тот, кто пытается разрушить дело Божье, Бог разрушит их дело. Страшно впасть в руки Бога Живого. Вот что я бы хотел вам сказать, господа хорошие. Пожалуйста, выходите спокойно, и там есть жертвенник, жертвуйте. И молитесь дальше Богу. Пусть Бог эту ситуацию рассматривает. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.